Дорогие друзья, вы находитесь на канале Техно Бар Плюс и сегодня у нас краткое знакомство с фитнес-браслетом новеньким от компании Huawei Band 8. Это восьмая итерация смарт-браслетов от компании Huawei и честно сказать, друзья, я какого-то серьезного движения вперед не обнаружил. Собственно говоря, давайте не будем затягивать нашу историю в долгий ящик и начинаем. Кстати, друзья, кто не подписан еще на канал Техно Бар Плюс, обязательно подпишитесь, прожмите лайк, прожмите колокольчик, напишите свой комментарий, возможно, кто-то уже пользуется данным браслетом. Сегодня, кстати, у нас распаковка, первое впечатление и краткое сравнение с Xiaomi Band 8. Как по мне, эта модель лучше, а как считаете вы, обязательно напишите в комментариях. Давайте будем распаковывать. Итак, друзья, кратенькое изучение коробки. Здесь у нас, собственно, изображен в глянце вот так вот на экране глянец самого фитнес-браслета. Он у нас прямоугольный идет, улучшенный ремешок с такими же разъемами. То бишь, ремешок снимается с браслета. Сама капсула, она не защищена никак, скажем так, имеет кнопку сбоку. Так, ультратонкий дизайн, улучшенное изучение, мониторинг сна и долгоиграющая батарея. На обратной стороне, тут, кстати, QR-код для приложения. И на обратной стороне у нас мы видим, что практически 9 мм толщина нашего браслета. 1,47 дюйма AMOLED FullView дисплей. FullView я его не назвал бы, но тем не менее, друзья, долгоиграющая батарея и быстрая зарядка. Кстати, будем еще в перспективе проверять, насколько эта зарядка быстрая. Опять же, измерение сердечного ритма трекает ваш сон довольно-таки усиленно. Измерение уровня кислорода в крови. Более 100, я так понимаю, режимов тренировок. 10 тысяч плюс Watch Faces, но они, конечно, загнулись, столько там нет. Но, как я понимаю, будет со временем добавляться. И водозащита 5 атмосфер. Как-то так. У меня, друзья, изумрудно-зеленый цвет. Официальный сайт тут дано, вся информация дана. Производство 0,5-23. То есть, как бы свеженький браслетик. Давайте будем распаковывать. Итак, я уже его, конечно же, проверял, но вместе с вами распакуем. Есть язычок, что немаловажно. Ну, как лично для меня, друзья, вот таким образом. Больше ничего в коробочке нет. Посторонних запахов нет. Ну, это традиционно для компании Huawei. Сам смарт-браслет, как видите, с наклеечкой, защитной пленочкой, так называемой. Так, открываем, смотрим, что тут у нас еще есть. Ну, чек у меня понятно, что есть в магазинах. Гарантийный талон. Я не знаю, кому он нужен, кто его читает. Ну, чтобы вы понимали, что такая книжка, если кого нечем занять время, есть у вас. Тут указано, каким образом надо заряжать браслет, как его включать, какое приложение скачивать. Даже QR-код есть этого приложения, чтобы вы могли пройти и скачать его. Я же рекомендую, друзья, скачивать приложение, партнер для данного браслета на ваш смартфон с AppGallery. Конкретно из AppGallery. Поскольку, если вы скачаете данное приложение из какого-то другого источника, либо же из PlayMarket, то оно у вас может некорректно работать. Как-то так, друзья. Сегодня мы, кстати, сравним, какие преимущества есть перед Xiaomi Band 8. Как видите, зарядное устройство наше. Давайте проверим. Тут, кстати, изображено, видите, где зарядное устройство, а где документы. Ну, документы здесь. Так, сам зарядный вот такой облачок. Если вот так можно назвать, зарядный кабель. Ну, он поддерживает функцию быстрой зарядки, друзья. Вот эти вот коннекторы, как видите, они здесь таким образом сжимаются, латунные. Все добротно собрано. Никакого запаха постороннего нет. Защита от излома имеется. Кабель хороший, добротный. Чувствуется, что здесь стержень плотный. Он так еле сгибается даже. Длина его полметра. Это уже неплохо. Ну, и USB у нас имеется вот такой. Также защита от излома. Это немаловажно. Сразу же проверяем, насколько он держит. Насколько хороший магнит. Так, магнит. Ну, как видите, да, если прям сильно трясти. Я не знаю, кто так делает. Вот так вот прям трясет. Но я так не трясу. Я так не делаю. Но, тем не менее, друзья, показывают так. Поскольку подписчики и зрители моего канала спрашивают. А как вот если вот его переносить? Магнит крепко. Вот посмотрите. Я только поднес. Все. Он уже закрепился. Для того, чтобы вам просто нормально, адекватно, как говорится, перенести со своего компьютерного, к примеру, стола к розетке там куда-то. Я не знаю, на кухню, в ванную, куда угодно. Водозащита у него есть. Ну, под водой, понятно, нельзя заряжать. Но, тем не менее, вам вот, пожалуйста, все. Мы с вами, как говорится, его берем, переносим. Причем в таком положении, да. В таком положении понятно, что он еще лучше будет держаться. И он никогда не выпадет. Ну, вот как-то так, друзья. То есть, 5 из 5 баллов этот кабель комплектный зарабатывает. И что мы здесь видим далее, друзья? Huawei Band 8. Тонкий корпус 8. Ну, тут дублируется вся информация. Научный. Прямо научный, друзья, подход к мониторингу сна. До двух недель работы без подзарядки. Ну, да ладно бы, блин. Ну, что-то меня сомневает, что будет тут без подзарядки. Убираем наклеечку нашу. Друзья, еще такой момент. Смотрите, данный браслет, я сразу вас предупреждаю, делаю оговорку очень серьезную. Есть какие-то вот такие кривые нюансы. Это касается, кстати, как браслетов Xiaomi Band 8, так и вот этого браслета Huawei Band 8. Есть кривые такие моменты, как вы подключаете, все хорошо, подключаете к вашему приложению, скачали приложение, какое надо, правильно и так далее. Допустим, вот на OnePlus, на который я снимаю, да, я подключал данный браслет. Ну, что хочу сказать. Выдает, что, да, он подключается, все его видно, все хорошо, но уведомления вам приходить туда, друзья, не будут. Вот почему-то пишет эта функция, пока что для данного устройства заблокирована. И разблокировать ее фигушки не получится. Ну, то есть, как, чтобы вы понимали, друзья. На Samsung, допустим, S22 Ultra, он подключается, и уведомления приходят без проблем, без вопросов. Давайте посмотрим, рассмотрим наш браслет. Видите, здесь сразу же фирменная бирочка идет, то есть, я так понимаю, модель самого ремешка, кому интересно, поставьте на паузу, запишите, законспектируйте. Вот, как видите, сам браслет, сам, вернее, ремешок, но он силиконовый, как видите, вот таким образом он выглядит. Прозрачный, он идет прозрачный практически, ну, не до конца, но тем не менее. Рифленое покрытие, вот это вот хорошо, друзья. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы у вас не потела рука. То есть, прослойка воздуха была, ну, грубо говоря, вот кожа, да, вот рука. Видите, да, есть определенные просветы, попадает воздух, и рука не потеет. Гипоаллергенный ремешочек. А шлейка здесь у нас почему-то не написано на пряжечке Huawei и так далее. Хотя раньше писали, но написано на шлейке, друзья. Если кому-то этого мало, ну, в принципе, вот на шлейке у вас все есть. Сам браслетик очень изящный, тоненький. Но, честно говоря, друзья, я хочу сказать, что, ну, сказать, что какие-то кардинальные изменения я не скажу. У меня, как видите, зеленый вот такой, изумрудно, скажем так, зеленый. Пока включаться будет наш фитнес-браслет, я вам еще расскажу информацию. Ремешок. Размер ремешка 130-210 мм. Водонепроницаемость данного браслета 5 бар. Диагональ 1,47 дюйма. Разрешение экрана 368 на 194. Друзья, у фитнес-браслета Xiaomi Band 8, да. 1,62 диагональ идет и 490 на 192. AMOLED дисплей. Это разрешение. Ну, как я вижу уже, что разрешение... Понятно, что у Xiaomi будет повеселее, друзья. Вот как-то так. Но у Xiaomi есть один серьезный косяк, о котором немножечко позднее мы с вами поговорим. Что еще? Always-on display. Функция есть. Сенсорный дисплей. Форм-фактор дисплея. Браслет. Но браслет съемный, друзья. 5.0 Bluetooth. Почему не 5.1, почему не 5.3, я не знаю. Если сравнивать, допустим, с тем же Xiaomi Band 8, да, вот более детально. Сейчас рассмотрим. Насколько я знаю, что у Xiaomi Band 8, ну, там у него, по-моему, не 5.0. По-моему, там какой-то повеселее у него идет Bluetooth, друзья. Версия самого Bluetooth. И он, да, 5.1. Ну, тут 5, там 5.1. Ни у кого нет 5.2, ни у кого нет 5.3. Аккумулятор в Xiaomi емкость идет. Кстати, вот он, Xiaomi Band 8, если кому интересно, сразу же смотрим. Видите, да? По яркости и прочие моменты. Ну, можно вот так сделать какой-то поинтереснее, чтобы был у нас Watch Face, да? Ну, хотя бы вот такой, да? И вы можете сравнить. Как по мне, в Huawei, конечно, поменьше. Но, опять же, это еще не показатель, друзья. 190, у Xiaomi 190 мАч. Время, это емкость аккумулятора, время ожидания 480 часов. Время работы в активном режиме 384 часа. Но, по факту, я вам хочу сказать, со всеми мониторингами, со всей канителью, он живет 2-3 дня максимум. Это я сейчас говорю при подключенном Xiaomi Band 8 к вашему смартфону. В Huawei, литиум-ионный аккумулятор. Ну, почему-то компания не пишет, не пишет его емкость. Ну, предположительно, что она приблизительно такая же, как и у Xiaomi. То есть, 190 мАч. Функция TrueSleep 3.0 есть. То есть, улучшенное изучение и мониторинг вашего сна. Harmony OS 3.1. Это Huawei Band 8, друзья. А сами размеры браслета, кстати, ну, я так понимаю, его габариты, что ли. Длина 43 миллиметра. Ширина, это самой капсулы, да. Ширина 24,5 и толщина 8,99. Вес его 14 грамм. Что касается, допустим, того же, опять же, Xiaomi Band 8, тут по весу у него несколько другие показатели. Почему-то я хочу сказать, что вес, он будет весить, вернее, побольше. Точная информация, опять же, компания Xiaomi как таковой не дает. Но размер корпуса у него 48 миллиметров. То есть, он больше, друзья. Водозащита, опять же, 5 атмосфер. И там, и там. 27 грамм Xiaomi. 27 грамм против 14 грамм. То есть, да, или граммов. Кому как удобно. Давайте же рассмотрим сам браслет. Да, тут уже, видите, датчики у нас работают. Тут уже имеется такая вот функция, как сменные ремешки. То есть, вы можете покупать сменные ремешки. Зажали кнопочку, убрали. Есть. Зажали кнопочку, убрали. То есть, без проблем. Посмотрите, как тут, какое крепление, друзья. Конечно, оно кажется как будто хлипкое, пластиковое. Такое. Но там зажимчики, я так понимаю, неплохие. Не знаю, сейчас подключу вспышку. Может, видно будет. Да. Видно, друзья. Но там уже идут какие-то металлические такие проставочки. То есть, все ок. А здесь идет уже конкретно пластик. Пластик, ну и такой, мягко выражаясь, не очень. Давайте сейчас сравним сразу же с Xiaomi Band 8. Тоже без проблем. Но я уже в Xiaomi вижу сразу же преимущество, друзья. Преимущество в чем? Потому что, смотрите, какие тут металлические проставочки идут. Вроде бы как. Нет, они не на самом деле металлические. Они вроде бы как. И вот эта душка, ее хрен согнешь. А вот тут душка, видите, да? Но она тут немножечко даже шевелится позже. А вот тут конкретное крепление, как видите. Давайте посмотрим, что тут внутри. Да, ну внутри там тоже какая-то видно, что металлическая идет проставочка. Какие-то идут еще ригеля, скажем так, которые вставляют, чтобы не вылетело. И вот эти есть они ригеля. И под них пазы, вернее, будет сказать. Так, давайте теперь сравним ближе эти два фитнес-браслета. И убедимся, что они тут практически во всем разные, друзья. Вот честно говоря, смотрите, по самой площади, да, Huawei кажется как больше. Да, вот давайте посмотрим, что здесь написано. Модель Huawei на китайском. Вот кажется как больше. И датчиков Huawei, я так понимаю, на один больше. Там тут два, но тут смотрите, друзья. Да, но нет, короче говоря, да. Может да, а может нет. Фишка в чем, смотрите. Тут идет как двойной датчик, что ли. Или же один, вместо этого тут два. Ага, я понял. Тут получается все равно два датчика, но они идут одинаковые. Один сердцебиение, другой уровень кислорода в крови. А здесь идет один на сердцебиение и один на уровень кислорода в крови. Кнопочки все эти, прикрепления одно и то же, как видите сами. Разные идут коннекторы. То есть, какой в Xiaomi посмотрите, какой посмотрите у Huawei. То есть, совсем разные, другие, ну и так далее, и тому подобные вещи. Честно скажу, но по визуальным каким-то моментам, мне, конечно, больше нравится Huawei. А у Xiaomi вот тут еще выступ имеется такой, как видите. У Huawei конкретно такого выступа нет. Это, возможно, кому-то будет давить руку. Но, друзья, но более плотный контакт с кожей. Это говорит о том, что датчики будут прямо вот капитально прилегать к коже. И информацию более точную можете получить. Как-то так. А я вижу, что какой-то светло-серый у Xiaomi идет задник. Это идет все, конечно же, все идет пластик. Я сомневаюсь, что здесь где-то есть какой-то металл. Но еще момент, смотрите, какой, друзья. Здесь есть кнопочка. У Xiaomi кнопочки нет. И Xiaomi такой бочонок, знаете. Вот капитальный бочонок. А Huawei нет. Но я вам хочу сказать, что... Вот, кстати, подключен и Xiaomi подключен, и подключен Huawei сейчас к моему смартфону. Хочу сказать, что... Собственно, давайте посмотрим, как на руке смотрится. В Xiaomi есть один очень серьезный косяк на данный период времени. Huawei выходит у нас на глобальной прошивке. То бишь, есть русский язык. Без проблем. Купили, пользуйтесь. Always on Display есть. Кстати, подстраивается под каждую картинку, которую... Вернее, под каждый watch face, который вы выберете. А в Xiaomi, ребята, извините. Вы покупаете. Вы берете Google переводчик, устанавливаете себе на смартфон. Это неудобно. И начинаете, начинаете страдать. Страдать в плане каком? Вы начинаете все это дело переводить. Запомнить китайский язык вы не запомните. Только визуально могут люди некоторые запомнить. Какие-то значки там и так далее. Вот как-то так. Но, увы, пока глобальная прошивка, глобальная версия не вышла. Но на Xiaomi можно устанавливать фитнес... На фитнес-браслет Xiaomi Band 8 можно устанавливать так называемые... Watch faces с играми. Я не знаю, кому это будет интересно. Возможно, кому-то интересно. Вот так выглядит на руке, друзья. Выпирает Xiaomi, как видите. И более тщательно прилегает Huawei. Я затяну, но мне не больно. Как бы тут такое только впечатление. Как будто тут оно сильно затянуто. На самом деле все свободненько. И хорошо. Вот так выглядит в сравнении Xiaomi с Mi Band, грубо говоря, восьмым. Он там по-разному называется. Где Smart Band 8. Вообще правильно называется Xiaomi Mi Smart Band 8. Вот как-то так. И давайте сейчас более детально поговорим о тех моментах, которые у нас есть на нашем Huawei Band 8. Все-таки, друзья. Более детально. Давайте посмотрим, что же здесь есть. Ну, во-первых, так же зажимается наш экранчик. Зажимается, я сказал. И меняется на вот такой вот косячный глючный экран. Видите, какой он должен быть изначально. А видите, что творится вот так. То есть, это еще момент недоработан. Значит, что? С прошивкой допилят. На такой вот можно поменять экран. Включаю. А он вот такой вот, оказывается. Фигня. Тоже косяк. Но это уже идут кастомные циферблаты, которые я скачал. Хотел вот такой, получился вот такой. В Xiaomi таких косяков нет. Ну, вот тут, слава богу, все нормально. Ну, он, конечно, такой вот ущербный. Тут тоже вроде бы все нормально. Да, вот закрываем. Все равно такой Watch Face. Не везде, я вам скажу, Watch Face прям подстраиваются. Ну, вот, допустим, здесь, да. Закрываем. Все равно. Ну, были Watch Face, друзья, которые именно подстраивались. Возможно, это просто я сейчас так выставил. Давайте, я сейчас хочу все-таки вам найти, чтобы показать. Видели, лаганул немножко. Да, вот. Вот он Watch Face, который именно конкретно подстраивается. Ну, то есть Always On, который подстраивается под Watch Face. Вот, закрываю его. Все, нормально. Сейчас еще найду один такого плана, похожий, друзья. Я сказал, найду похожий. Так. Смотрим. Ну, тут так, но тут, видите, часы уже другие перенеслись. Показывает пятница, 11 августа, да. Зажимаем, переносим здесь Watch Face. Такой интересный есть. Вот, а тут, видите, такой. Но без анимации. А тут уже идет с анимацией у нас. Поддерживается анимация уже хорошо. Видите, да, можно на тренировке сразу переключаться с экрана. Это тоже хорошо. То есть активный, интерактивный экран. Интерактивный Watch Face называется. То есть получается в теории что, друзья? Что на Huawei Band 8 тоже можно будет со временем установить. Вот, красиво очень Watch Face. Делаем вот так. И он делает адаптацию Always On дисплея под Huawei браслетик. Ну, то бишь, под Huawei этот свеженький Watch Face. Вот такой Watch Face есть. Делаем вот так. Он делает так. В общем, вы поняли. Допустим, в том же Huawei Band 7 такой фичи не было. Что очень печально, прискорбно. Но, тем не менее, такого не было. Вот уровень. Это, вернее, сердцебиение измеряем. Сейчас сразу же проверяем. Как он проверит? Ну да, 82 удара. Приблизительно где-то такая будет у меня частота сердцебиения. Единственное, что видите, вылетел и все. Так, уровень кислорода в крови проверим. Как у нас с кислородом в крови? С этим бывшим коронавирусом? Я не знаю. Напишите в комментариях, друзья. Кто-то покупал специально фитнес-браслеты, либо же пульсоксиметры, так называемые, которые профессиональные. Вот у врачей на руку одеваются. 98. Ну, вроде бы все нормально. Вроде бы пока жив. Сон мониторится. Тут пройденные шаги у вас измеряются. Я так понимаю, сколько времени потратили и так далее. Так. Друзья, кнопочкой вот так вот возвращаемся. Опускаем вниз шторку. Здесь опять же режим сон. Устройство будет звонить и вибрировать при входящих вызовах, уведомлениях, кроме будильников. Так. Максимальная, минимальная. Выставляется значение яркости. Не беспокоит, устройство будет звонить. Ну, это мы уже смотрели, да. Вибрация отключить. И вибрацию включить можно, я так понимаю, да. Режим фонарика. Можно выключить, можно включить. Подсветить, где, допустим, вы в подъезде стоите, хотите ключи достать. Вот. А хулиганы выбили лампочки все. Ну, вы врубили ваш браслет. Осветили весь подъезд вашим браслетом. Увидели, где сидят хулиганы. Хулиганы увидели вас. И, короче, вы поняли дальше. Ключи вы не успели достать. Вот. Как-то так. Ну, да ладно. Смотрим. Настроечки есть. Опять же, подсветка. Фонарик. Будильник можно сразу. Вернее, это даже не будильник, друзья. Это секундомер. Быстрый доступ из шторки к секундомеру. Так. Экран гаснет через 5 минут. Так. Это у нас таймер. То есть, выставили таймер 1 минуту. Да. И вот оно пошло. Ну, что хочу сказать, друзья. Вот пока давайте проверим таймер. Насколько вибрация будет сильная, а не сильная. Мне самому интересно. Я бы хотел еще сказать пару слов о данном браслете. В плане каком. Люди, которые, да, у официалов, скажем так, цена практически одинаковая. Допустим, тот же Xiaomi Smart Band 8 стоит 3,723. Вот как я вижу, да, вот. И тот же Huawei Band 8, он стоит уже подороже. 3,999. Но стоил он дешевле, друзья. Я вам так скажу. Он есть в женском цвете. Таком цвете пудры, кремовом. Вот таком зеленом. И в черном. Ну, черный банально. Цвет пудры для женщин. Для женского пола. А вот такой зеленый, хаки или изумрудный. Он кажется вот таком вот в свете. Видите, да, он особо и зеленым не кажется. Да, есть. Вот. Ну, вы знаете вибрацию, вы почувствуете. Видите, время вышло. И уже таймер уже идет дальше. Вибрацию почувствуете. Еще тут уровни вибрации настраиваются. Вот смотрим. Циферблаты. Циферблаты можете настроить с заставкой. И без заставки. Можно заставку на целый день включать. Можно, чтобы заставка активировалась поднятием руки. Можно, чтобы циферблат активировался поднятием руки. Ну, и циферблаты вы можете, опять же, тут можете настроить. Да, вот циферблат. То есть, такое было Huawei Watch Fit 2 Classic. Насколько я помню, да, друзья. Вот у меня Classic версия была. Зрители постоянной моего канала знают этот нюанс. Кстати, вы можете пройти на канал, посмотреть, друзья, насчет классика. Так, и вот можно поставить, допустим, погоду сюда поставили. Там килокалории эти. Убрали вместо них, поставили, я не знаю, там, уровень стресса. Вот показывают уровень стресса. Ну, то есть, некоторые фитнес-вотчфейсы, вот эти вот, вернее, на фитнес-браслете, они настраиваются. Как понять, что они настраиваются? Видите, да, внизу, когда есть шестереночка, они настраиваются. Вот этот, например, настраивается. Этот нет. Этот настраивается. Так, как он настраивается? Стиль. Можно выбрать стиль, да. Откройте приложение здоровья и перейдите в раздел циферблат и я, чтобы настроить циферблат. Ну, вот это уже в Mondrian Edition, это выбирается стиль непосредственно. То есть, здесь свайпом влево, это уже, то есть, он не закольцован. Он, как видите, показывает, значит, погоду в нашем городе и музыка. Музыку можно, опять же, включить. Как-то так, друзья. Так, и что касается еще настроек, я не закончил. Так, циферблаты можно настроить, пользовательские. Настройки можно внести, опять же, экран и яркость. Яркость, вот она у нас такого плана. Мне интересно знать, вот хочу вместе с вами узнать, друзья. Уменьшать яркость ночью по касанию. Ну, автояркости, как я понимаю, нет. И выбирать экран включен может 5 минут, 10 минут, 15 минут и 20 минут максимально. Ну, я считаю, 5 минут, это, в принципе, включенного экрана достаточно. Это что по яркости? Вибрация. Вибрация у нас тут есть сильно, слабо и вообще выключена. Ну, я считаю, что пусть будет лучше сильно, чтобы среднее можно как бы не услышать значение. Ну, а так можно и все хорошо будете получать все уведомления. Все будет у вас хорошо. Режим не беспокоит. Пин-код, уведомления. Уведомления, кстати, включаются. Ну, активация. Можно активировать экран и отображается только, когда браслет надет. То есть, чтобы не отображались уведомления, когда вы, допустим, там, не на вас браслет вошли, там, покупаться, я не знаю, работаете, руки и так далее, грязные и так далее. Так, уведомления, тренировки, передача данных, я так понимаю, пульса, куда только непонятно, я так понимаю, на смартфон. Так, и здесь у нас система обновления. Есть такое дело, перезагрузка, выключить, отключить и сброс настроек. Также имеется сведения о браслете, Huawei, модель ASK-B19, MAC-адрес его и HarmonyOS 3.1. Ну, это последняя HarmonyOS, друзья. Давайте сейчас сразу же проверим такой нюанс, ну, скажем так, не проверим, да, а что у нас отображается в приложении, да. Сейчас посмотрим. Huawei Health, как я уже сказал, необходимо качать конкретно из AppGallery, то есть скачать сначала с интернета AppGallery, потом залогиниться там, ну и скачать приложение Huawei Health. Так, подключаем, разрешаем наш браслет, я не знаю, возможно, сейчас тут еще будут какие-то нюансы. Включить автообновление, я считаю, что оно не нужно включать, это обновление авто, так сказать. Проверим обновление ПО, скорее всего, что нету, а может быть и есть. Так, сетевое соединение нестабильное, ага, я вас понял. Надо было просто включить вот эту вот шляпку, то бишь тот же Wi-Fi. Проверяем, но я думаю, что здесь ничего не будет. Ну, если будет, пока я обновлять в любом случае не буду, нет, нету все-таки ничего. Как видите, здесь у нас можно циферблаты еще различные устанавливать. Ну, по циферблатам сразу скажу вам, сориентирую вас, друзья. Все идут платные, вот это платная сразу страница, что-то хорошее, так платное. То, что идет у нас free, то бишь это бесплатно. Ну, вот, допустим, красивый циферблат, ну, опять же, ну, новеньких циферблатов много, но, друзья, хочу сказать, они такие более какие-то, ну, я не знаю, для детей, что ли. Вот эти всякие осьминожики, носорожики. Или же плохие какие-то, такие не совсем актуальные, скажем так, циферблаты для взрослых. Не знаю, что-то как-то пока что маловато. Маловато в плане как такого, чего-то толкового, знаете. Вот, ну, вот можно, допустим, вот такой циферблат, да, установить, скажем так. Его мы сейчас установим, проверим, кстати, как он законнектится. Ага, видите, да, какой он дисплей, кстати, здесь с этого работает. Вот так это все выглядит. Сейчас установим этот циферблат, тут показывается у нас и сердцебиение, и погода. Ну, самое основное, честно говоря. И какое число, пятница, там, суббота или что. А у нас пятница 11, 12.44. Ну, видите, тут какой always on, да, кривой. Но, тем не менее, друзья, я считаю, что, собственно, и как бы и сердце измеряет сразу, и сердцебиение измеряет. Пятница 11, августа, 12.44. Нормально. Погода 30 градусов, отлично. Писем нет, пока что нет. Так, что по тренировкам, друзья. Тренировки у нас есть сразу же. Бег на улице, беговая дорожка, ходьба на улице, ходьба в помещении, велотренажер, плавание в бассейне, скакалка, эллипс, грибной тренажер, другое. Ну, и настраиваешь там дальше, как они сказали, свыше 100. Записи тренировок, статус тренировки, пульс, SP-02. Записи активностей, сон, стресс, дыхательные упражнения, музыка, уведомления, погода, секундомер, таймер, будильник, фонарик, поиск телефона. Вот так можно сделать. I'm here, говорит, то бишь телефон, говорит, где он находится. Ну, и настройки сами. Собственно, друзья, вот такой вот функционал, я не знаю, по функционалу добавили Always On Display адаптивный, то есть адаптируется он под наши Watch Face интерактивный он, то есть можно с него запускать различные, я не знаю, там тренировки и так далее. Что-то еще, я уверен, скорее всего, что будет допиливаться. Но NFC здесь нет, друзья. То есть кто-то меня спрашивал, как вы можете NFC, допустим, Huawei Watch Fit 2 Classic, у меня были, как подключить NFC, включить NFC и какие карты подходят. Я вам сразу скажу, друзья, дабы вы не надеялись, для всех вот этих вот Huawei-вских браслетов, смарт-часов и так далее, не подходят карты МИР. Чтобы вы понимали. Подходят карты формата UnionPay. Какие список банков работают с UnionPay, вы можете это найти все в интернете, которые карточки поддерживают. Но обычно эти банки, они как бы требуют, чтобы какие-то там деньги на счету были, или там, или сама карта небесплатная, или обслуживание такое, скажем так, недешевое. Вот, то есть эти банки такое и требуют. Это, конечно, прискорбно, но, тем не менее, такое есть. Первое. Значит, вы должны иметь такую карту UnionPay формата. Второе. Вы просто берете, регистрируетесь в приложении Huawei Health, которое качаете, опять же, с AppGallery. Выбираете в настройках регион Китай. И все. И у вас появляется вот здесь. Где он тут есть? Кошелек. Я сейчас покажу. Так. Вот тут появляется какой-то, ну, допустим, еще один пунктик. Такая вот, скажем так, плиточка. Кошелек. И там уже все ваши нюансы есть и указаны. После того, можно подвязывать карту UnionPay и все работает. Ну, такие простые шаги. Кто-то спрашивал, я вам сразу, как бы, в одном видео всю информацию и вывалил. Настройки устройства имеются здесь. Сброс настроек, обновление ПО, справка и данные устройства. Там, как я уже и показывал вам. Ну, что здесь еще есть? Мониторинг показателей здоровья. Сон. Пульс. Монитор пульса. Тест уровня стресса. Автоизмерение SP02. Ну, то есть уровень кислорода в крови. Быстрые ответы. Можно запрограммировать, добавить свой ответ до 36 символов. Вот, и так далее. Ну, либо вот эти вот выставить. Будильники можно, опять же, друзья, добавить. Не сохранять. Так. Быстрые ответы. Справка. Устранение исправности. Отчеты о погоде. Погода. Вот. Отчеты о погоде будут вам приходить. Ну, то есть вот эти все нюансы здесь есть. Ну, и указывается уровень аккумулятора и так далее. И циферблаты, которые у вас уже установлены. Уведомления включены. Вот тут уведомления включены сразу. Вы, причем, можете выбрать, друзья, какие вам выключить, какие вам включить. Ну, допустим, от YouTube хочу уведомления. Да, еще что я хочу, какие уведомления. Так. Huawei Health пусть будут сообщения, уведомления. Календарь. Календарь мне уведомления не надо, чтобы присылал какие-либо. А вот Gmail надо, Viber надо, VK, WhatsApp надо. Телега не надо, он будет каждые 3 секунды приходить уведомления. Авито надо. Ну, вот эти можно, да, там, MVideo выставить. МТС не надо. Обслуживание. Восбер можно выставить. Творческая студия. Так. Дорада можно выставить. Ну, AppGallery, это какие обновления приходят. Там будет приходить уведомление. Google и так далее, и так далее. Ну, короче говоря, там уже остальное пошло ненужное. Какие уведомления. В общем, я какие надо выставил, включил. Без проблем подключилась. На OnePlus 8 Pro, на который я сейчас снимаю этот ролик, там таких нюансов нет. То есть, не подключается он. Заблокировано уведомление. Как такое бывает, я не знаю, честно говоря. Но, тем не менее, такое есть. Вот такой у нас сегодня получился затянутый ролик об распаковке первых впечатлений по данному фитнес-браслету Huawei Band 8. Честно скажу, пока что он меня радует. Как будет далее, посмотрим. Друзья, обязательно подпишитесь на канал, прожмите лайк данному видео. Я желаю всем удачи. Всех обнял. Субтитры сделал DimaTorzok